Так, продолжим работу с роботом. Я думаю, что любому роботу или животному нужен позвоночник, на чем это все будет держаться, чем роботный человек, только механический. Поэтому мы сейчас с вами сделаем так. Возьмем софту и тут какой-нибудь возьмем такой любой мышь. Допустим, вот эту звездочку, встанем на нее и теперь превратим ее, по сути дела, в Q. У меня вообще-то здесь есть Q. Куб. Потом вытащим отсюда его, этот кубик. Так. Не нужно этого мне. Так. Понятно, нужно просто вытащить. Вот так. И постараться его сейчас поставить так, как нужно. Так. Для этого сделаем сейчас ровненько. Заведем его сюда. Где-то тут должен быть позвоночник. Так. Отлично. Опустим. Все. Теперь сделаем все прозрачное. Вот так, чтобы оно нам сильно не мешало. И у кубика сейчас мы его посмотрим. Вот его грани. Давайте сейчас с помощью Z-моделлера выделим и Alt нажмем. Выделим вот эти полигоны. Скажем, что нам нужен Move и вытянем. Вот так. Допустим, вот так будет у нас полигон. Вот вытянутый. А это нам надо удалить. Вот эти грани лишние нам не нужны. Поэтому мы сейчас их комплект удалим один. Вот и вторую грань. Все. У нас теперь вот такая штука. Дрюк. Так. И вот теперь, чтобы виднее было. Так. Как это отключить совсем так? Вот. Да. Отключили. Я сейчас сделаю следующее. Я встану на эту грань и скажу Insert. И скажу, что это множество. Я хочу разделить этот полигон, вернее этот куб на множество таких грани. Вот. И теперь став сюда. Мне нужно будет экструдировать их. Вот я в Extrude скажу полигон групп на все. И вот теперь потяну. Вот они вышли. Отлично. Замечательно. Мне останется нажать D. Вот. Получилось D. Отлично. И посмотрим теперь, как это выглядит. Надо бы конечно опустить. Я смотрю, что слишком она высоко. Оттуда. Давайте. Вы нажмем, опустим. Вот так. Вот до головы должно быть. И теперь опять отключим. Теперь нам надо сделать следующее. Надо деформировать это. И деформировать таким образом, чтобы у нас наверху сходилась как бы как пирамидка. Я попробую сейчас это сделать. Ахахаха. Вот здесь какая-то деформация. Вот деформация. И после долгих проб и ошибок я нашел какой-то тейпер. Вот он делает что-то такое. Вот видите. Это то, что нужно он делает. То есть снизу она... Отлично. Так. Хорошо. И следующий вот этот S-end он будет загибать сейчас. Вот так загибает. Он правда не в ту сторону, какую мне надо. Немножко не в ту сторону. Так. Сейчас мы включим. И попробуем это дело развернуть. Если я подальше отнесу. Так. Вот отсюда. И потянуть. Так. Потом взять за кружок. Нет. Не за этот. Вот за этот. Да. Вот за этот кружок. Я его разверну. Отлично. И теперь... с помощью V я просто потяну сюда. И буду смотреть. Так. Теперь надо все точно установить. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так. Вот так. И вот я вижу, что мне еще придется повозиться с этим... с этой ротацией. Нет. Не сюда мне надо. А вот сюда. Вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И еще опять в стороночку чуть-чуть. Вот. Ну-ка. Теперь в эту сторону. Подвинем его. Так. Так. И вот... Еще бы вот так не развернуть. Так. Сейчас посмотрим. Получится это. Вот так. Да-да-да. Это то, что мне и нужно. Вот вам, пожалуйста, и позвоночник. Красота! Сейчас включим все. Посмотрим. Да. Это то, что я и хотел. С чем я вас и себя поздравляю. Следующее видео. Мы еще что-нибудь тут добавим. Такое. Может быть увеличим немножко размер. Потому что я смотрю чуть-чуть. Но мне вот совсем немножко мне надо. Это я уже знаю, что это в геометрии все находится. Так. И вот здесь. По иксу. По игреку вернее. По игреку из немножечко. Сейчас его вот так увеличить. Чуть-чуть. Вот. И отлично получилось. Все. Это то, что мне и нужно было. Ну что ж, до следующего видео.